Очередной экологический скандал разгорается в Калининском районе Новосибирска. Жители 5-го и 6-го микрорайонов возмутились образованием земляного вала на берегу озера Спартак. Люди предъявляют претензии предпринимателю, который ранее уже обустроил на берегу банный комплекс и беседки для отдыха. Калининцы уже обратились с жалобами в прокуратуру. Подробности этой истории в нашем следующем сюжете. С конца февраля здесь начали потоком идти камазы с землей. И они вот шли вдоль дамбы и начиная вот от дамбы по высоковольтной линии начинали высыпать вот эту всю землю и глину. И трактором потом разрамились. Первыми тревогу забили местные рыбаки. Они-то и сняли эти кадры, пока озеро мирно дремало подо льдом. Здесь прямо насыпано, дорога уперлась прямо в высоковольтный столб. Вот он. Одни высоковольтные провода. И отсыпка пошла вокруг этого столба. И с той стороны прямо в воду насыпано. Вот она. Вся куча прямо в водную гладь. Раньше здесь у нас отдыхали. Здесь была полянка, травка. Люди здесь приходили с семьей, стелили покрывальчика и культурно отдыхали. А сейчас уже не только здесь и рыбакам-то негде. Рыбаки ни с какой стороны к берегу подойти вообще не могут. Снова завидев на берегу грузовики, местные вызвали полицию. Они приезжали сюда на озеро. И мы сказали, что это здесь проживающий на этом озере со своей семьей постоянно Виктор Михайлов. Это его рук дело. Потому что он даже подходил. И когда рыбаки рыбачили, спрашивали, кто и что здесь делает, он говорил, что это будет здесь платная вело- или беговая дорожка. Люди возмущались, потому что и так уже здесь озеро превращается в платную территорию. А хотелось бы свободный доступ к этому водоему иметь. Предприниматель, которому местные жители адресуют претензии, это Виктор Михайлов, президент Союза по развитию культуры и спорта «Сербирия». Именно его организация в марте 2022 года получила право на использование части акватории под размещение досугого оздоровительного центра «Озеро Спартак». Договор заключен с региональным Минприродой и действует аж до весны 2042-го. Посильный вклад в семейный бизнес вносит и супруга Виктора Ольга, которая является индивидуальным предпринимателем. Впрочем, свою причастность к образованию на берегу озера пятиметровых куч глины Чита отрицает. На той стороне велись работы. Было очень много техники. Кто это ведет, мы даже без понятия. Мы даже ни с ним, ни духом техник. У нас нет таких финансов вообще, во-первых, загонять, засыпать, копать. Абсолютно нет. Но как же планы по благоустройству беговых и велодорожек, которые так напугали местных жителей? Мы предлагаем как идею сделать здесь парковую зону, потому что здесь району отдыхать негде. Все позастроили многоэтажками. Мы только рады, что здесь будет это. И мы всячески стоим на то, чтобы здесь присвоили назначение этому озеру парковое. Мы сохраняем это озеро. Его хотели вообще осушить. В разговоре, значит, непосредственно между мной и Михайловым Виктором Александровичем несколько раз говорил, что здесь велодорожка это будет, беговая дорожка будет. Но отсыпка земляного вала остановилась 15 марта, когда на место событий вызвали наряд полиции. Все остановилось. И вот эти теперь горы земли, они стоят. И, соответственно, что будет с озером, непонятно. Потому что как это отразится на озере и откуда эта земля привезена, нас это очень волнует. Жители Снегирей и Родников направили коллективное обращение в Минприроды и Природоохранную прокуратуру, чтобы там провели проверку. Люди здесь отдыхают за озером. Не говоря уже о том, что лыжные прогулки в зимнее время. В летнее время просто пришли, отдохнули на природе. Разве можно такие вещи-то делать? На запрос редакции в региональное министерство природных ресурсов и экологии в ведомстве уточнили, что 4 апреля на Спартаке было проведено выездное обследование. У контролируемых лиц запрошены пояснения. На этом пока все. Местные жители ожидают более решительных действий по охране любимого озера. С какой стати? Прямо под берег, там, где гнездятся птицы, производится отсыпка земли. Непонятно какого рода. Нарушение экосистемы. Напомним, это не первый скандал, связанный с защитой водоема в отдельном микрорайоне города. Ранее жители Стрижей возмутились планами застройщика отводить воду со стройплощадки жилого комплекса «Новелла» прямо в озеро Жемчужина Сибири. Такое разрешение девелопер получил в профильном областном министерстве. Мы, как жители микрорайона Стрижи, все вот эти вот собрались здесь не просто так, а чтобы отстоять на наше озеро. Мы всегда тут отдыхаем, веселимся, компанией, соседями, друзьями. Прожила здесь 80 лет. Мы здесь купались. И вот это вот то, что делается. Мы считаем, что это преступление перед народом. Борьба за сохранность водоема длилась несколько месяцев. В итоге, учитывая сложную социальную обстановку, сложившуюся в микрорайоне, компания «Комфорт» предоставила Стрижам возможность сливать дренажные воды со стройплощадки в свой ливневый коллектор, расположенный поблизости. Так завершилась эта история. А вот что будет с экосистемой озера Спартак, пока остается только догадываться.